Продолжаются рабочие поездки, временно исполняющие в обязанности губернатора Московской области по муниципальным образованиям. 21 августа Андрей Воробьев посетил Клин, где под его руководством состояло заседание Высшего Совета. В деловом совещании приняли участие министр областного правительства, руководители министерств и ведомств, главы подмосковных муниципалитетов. Подробности в нашем первом сюжете. Работа Высшего Совета началась с традиционной экскурсии по городу. Клинский парк, посаженный жителями в начале 50-х годов на берегу реки Сестры, пользуется клинчан любовью и особенно популярен среди молодых родителей. Дорога подальше от пыли, поэтому здесь не мы, а с детьми, особенно с маленькими, гуляют родители. После того, как зона отдыха была включена в областную программу нашей Подмосковьи, у парка появилась перспектива развития. Люди ходить будут, здесь речка рядом, отдыхать будут, с детьми гулять. Три месяца назад в зелёный уголок Клина пришли специалисты и рабочие. Здесь начались работы по установке детских площадок, появились дорожки. Свою лепту в благоустройство парковой зоны внёс и руководитель региона. Сколько мы деревьев посадили? Семьдесят пять. Семьдесят пять? Теперь своё дерево в Клинском парке есть у всех муниципальных образований. Глава Ленинского района Сергей Кошман посадил молодую липку. Это очень символично, что наш губернатор Андрей Юрьевич Форобьёв придаёт такое важное значение улучшению экологического состояния Московской области. И как яркий пример этому, вот сегодня тот парк, который мы все, члены Высшего совета, высаживаем в городе Клину. Далее участники Высшего совета посетили выставку спецтехники, развернувшуюся перед Ледовым дворцом. Снегоуборочные машины, камазы, тракторы, уникальные роботы-газонокосилки, машины по вторичной переработке асфальтной крошки. Всего было представлено более 30 единиц. Ключи от четырёх автомашин по губернаторской программе были вручены представителям предприятий, осуществляющих уборку улиц и дорог. В ходе беседы руководитель региона затронул вопрос готовности к зиме. Хватает ли специального транспорта, насколько укомплектованы предприятия? Андрей Воробьёв раскритиковал систему закупок уборочной техники и дал поручение размещать на зимний период во дворах расписание очистки от снега при домовой территории. Специальная доска объявлений будет сообщать, когда у тебя будет убираться двор. Это значит, что и жильцы дома должны тоже подготовиться, убрать машины, подсказать что-то и контролировать в том числе. Делегация также осмотрела малоэтажные дома жилого комплекса «Олимп», построенные для расселения граждан из аварийного жилья. После чего на территории дома музея Чайковского состоялось заседание совета. Обсуждались следующие темы. Миграция в Подмосковье и строительство пункта для временного пребывания мигрантов, инвестиционный климат в регионе, переселение граждан из ветхого жилья, уборка улиц и подготовка к началу учебного года. Татьяна Кимова, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.